В Мурманске в рамках ежегодной всероссийской акции всю неделю проводятся приемные дни. На частные вопросы граждан отвечают чиновники всех уровней. От представителей профильных ведомств до сенаторов и депутатов Государственной Думы. Удастся ли помочь всем обратившимся, подсчитают через месяц. Недели единого приема граждан проводятся каждый год уже на протяжении 7 лет. На личных встречах чиновники всех уровней отвечают на вопросы граждан. Самые популярные обращения связаны с ЖКХ. У людей всегда очень много вопросов к власти. И с одной стороны может создаться впечатление, что это затягивание решения вопросов или равнодушное отношение к проблеме. Нет, это не совсем так. Потому что можно же и по-другому оценить проблему. Если люди обращаются к власти, значит они ей доверяют. Алевтина Воронюк работает в общественной приемной Дмитрия Медведева. И каждый день видит граждан, которые обращаются с проблемами. Свой вопрос она адресовала сити-менеджеру Андрею Сысоеву. По ее мнению, новая схема проезда через перекресток Проспект Ленина, улица Генерала Журбы, неудобна. Автолюбители по старинке поворачивают, как привыкли, нарушая ПДД. Девушка попросила привлечь внимание к проблеме сотрудников ГИБДД. А лучше вернуть старый режим работы светофора. Андрей Иванович отвечает, новые федеральные правила по организации дорожного движения вступили в силу. За невыполнение администрации Мурманска грозят штрафы. Так что придется привыкать. Андрей Иванович объяснил, что это делается в первую очередь для автолюбителей, чтобы сделать более пропускную способность увеличить машинного потока. Для безопасности граждан, которые являются, переходят пешеходный переход, чтобы их не задевали, не забивали, не дай бог. В соседнем кабинете встречу с гражданами ведет председатель областной думы Сергей Дубовой. У него сегодня популярны вопросы о нарушении трудового законодательства и проблемах инвалидов. Главная задача этих приемов, конечно, узнать, люди идут всегда своими проблемами, узнать, чем люди живут в нашей регионе, какие проблемы. Хотя мы знаем самые большие проблемы по опыту прошлого года, когда производился прием ровно год назад. На первом месте были это приемы жилищно-коммунального хозяйства, на втором вопросе здравоохранения, и более мелкие уже такие вопросы личные. В результате в большинстве случаев обратившимся удается помочь. Об итогах этой недели приема станет известно через месяц.